Никаких эксепшенов, ничего, все отлично. Только нам плюс один, опять нам. Соответственно, на собеседовании задают такие глупые вопросы расшатого человека, чтобы он продемонстрировал, а знает ли он что-то еще. Обмен элементами. То есть типичность это делается с использованием третьего. Ну а и нас спрашивают, как без использования третьего. То есть int будет что. Я помню, что в один из них, в любой, положить сумму, от этого плясать. А потом думать, тут будет 5, теперь она и выкручивается. А допустим равно А минус Б. Можно нам? Опять будет 2. Нехорошо, да, вернулись? Хорошо, Б равно А минус Б. Ее будет 2. Уже неплохо. Теперь надо А положить, у нас есть пятерка и двое. Пятерка это А минус Б. Пятерка это А минус Б. Не знаю, что это А минус Б. Пятерка это А минус Б. Давайте сделаем что-то полезное. Вот такой типичный алгоритм, который задают на собеседовании. Это напишите код, который инвертирует элементы массива. Вот у меня есть массив. Я хочу, чтобы после этой операции в этом же самом массиве были элементы 50, 40, 30, 20, 10. Да, еще алгоритм, есть такой термин in place. Когда он используется, это означает, что имеется в виду, что вот та штука, о которой он дана, вот она изменится. Вы будете пользоваться ей и практически дополнительной памяти особенно не заведете. Ну я как могу инвертировать этот массив? Я могу завести второй массив. Правильно? Это будет не in place. Я завожу второй массив. Иду по этому циклу. Делаю решмейтику индексов, чтобы первый сохранить в последний, второй, ну вот так пройтись. И этот массив верну. Но этот алгоритм будет не in place. То есть я не в том же самом месте работал. Я завел другое место, приходил сюда, брал, шел, вложил в другое место. Чаще всего, то есть тут когда спрашивают, имеется в виду, что надо сделать in place. Иногда еще говорят, чуть более усложненный. Есть string setter, A, B, C, D, E. Надо инвертировать строку. Строку in place инвертировать невозможно, потому что строки не мутирующие объекты. Строка одна же созданная, в принципе состояние не меняется. Или нет setter, а нет никаких методов мутации. То есть нужно получить другую строку, у которой буквы в обратном порядке. Для этого надо, да, как задача решается со строками. Что ж такое? Вопрос и уходи. Она решается так. Это был с цифры 0. Теперь я у цифры 0 беру кучу методов. Мне нужен тут char.ly. Преобразуем массив чаров. Теперь я каким-то образом инвертирую массив чаров. Тут какая-то магия. И потом создаю string 1. Из этого R1. Ну, или делаю какую-то магию, и R0 меняется. Тут какая-то магия. Все свойство инвертирования массива. Идея в следующем. Типичное решение. Решений, вообще говоря, как бы много. Но наиболее... Это то, что у нас компьютерный фольклор. То есть простое, работающее, весьма быстрое решение. И наверняка люди не знают. Возможно, на ассембле для данного процессора можно написать быстрее. Но на джаве вряд ли можно быстрее. Хотя, ну, надо думать. Где в следующем? Что будет, если я... Есть там еще? Сейчас уже перерываю. И в следующем. Я прямо на месте обменяю их вот таким образом элементы массива. А это значит пропускать. То есть я буду менять первый с последним. Если у меня есть... Если я знаю идиому обмена значениями, то я должен их поменять значениями. Потом беру следующее. Потом беру следующее. Беру следующее. Тут на скидку получается четыре способа. Да. То есть мне нужно повторяемое действие. Я буду использовать цикл. Я могу циклом пройтись от начала до середины. Мне не надо идти до конца, потому что когда я беру элемент, зеркальный элемент, получается мне при помощи арифметики игрекса. Не надо подгадать, какой этому соответствует. Могу идти от середины к концу. Могу идти вот так. Могу идти вот так. Главное, что оно... Поскольку половина зеркальная, мне одну из половин надо один раз пройти. Можно левую, можно правую, можно в одну сторону, можно в другую. Порядок не имеет значения. Ну, поскольку каждому элементу ставится в ответ зеркальный. В каком порядке я буду находить зеркальные элементы, неважно. Я могу сделать даже более извращенно. Я могу этот... Не, ну более извращенно я так не скажу. Хорошо, давайте напишем вот эту часть. И вот тут надо в принципе просто набить руку от массива. Мы идем от нуля. Тут будет плюс-плюс. Тут меньше. Непонятно чего. А тут обмениваемся. Мы заводим in tmp равно array k ты. А теперь, то есть a, b это в голове переставить. Значит, k ты мы сохранили. Я сейчас, возможно, допуская ошибки, вы тогда меня поправьте. Сохраняем. Сохраняем. Это то, к этому элементу я иду от нуля до середины. К тому соответствует зеркальный лэнс минус ка. Я в ка то есть лэнс минус ка, а тут значить... Значит, я еще не носил единию. Единию с единию. Да. Три не вышло. На, браки. У нас используется, во-первых, целочисленное деление. Три не вышло. Когда мы делим число всплывающей точкой, там есть какая-то делимая, делитель и результат частный. То есть, когда вы x делите на y, получаете z. Все, у вас вся информация есть. Если вы одного из них не знаете, вы можете его восстановить. y равно x делить на z. Или x равен z умножить на y. Когда у вас деление целочисленное, вам этого результата недостаточно. Потому что, если у вас, например, 10 делить на 2, это равно 5. Все хорошо. Если 9 делить на 2, это равно 4. Делят и округляют вниз до ближайшего целого. То есть, и 8 делить на 2 тоже равно 4. Получается, уравнение x делить на 3 равно 3, вы решить не можете. Кстати, чем может быть равен x? 9, 10, 10, 11 и 11. 12 уже дают 4. Во обмен вам дают еще одну операцию. Это остаток отделения. 9 делить процент на 2 равно 1. 11, 11 остаток отделения на 3 равно 2. Получается, что если мы не считаем отрицательные числа, я не уверен, что то, что я напишу, это точная правда. В общем-то, выходит, что x равно x делить на y умножить на y плюс x остаток отделения на y. Если у нас деление с плавающей точкой, вот этого огрызка нет. Ну, то есть, 110 равно 115 делить там, нет, что-то ерунду. Да неважно, делить на 17. Если ты назад умножил на 17, то оно восстановилось. Целых числах не так. Когда делаешь целочисленное деление, теряешь остаток. Поэтому целочисленное деление дается еще остаток отделения. И там получается, что 11 делить на 3 умножить на 3, это 3 умножить на 3, это 9. Если проявляешь сюда 11% на 3, это 2, то теперь это равно 11. Нам тут целочисленное деление подходит. Если у нас в массиве четное количество элементов, например, 4. У нас получается, что вот так они отмениваются. Ну, то есть, 4 делить на 2 равно 2. Для этой ячейки и для этой. Если у нас ячеек нечетное количество, например, 5, то у нас 5 делить на 2, 5 длинномассива равно 2. Окей, то есть, мы берем эту ячейку с этой и эту с этой. А до этой не доходим, до средней, до третьей. Но нам она и не нужна, к ней нет пары. И поэтому наш алгоритм работает. Лабораторная на сайте. Первая заключается в следующем. Написать алгоритм инвертирования массива, при котором мы проходим не вот так, а вот так. От середины к началу и инвертируем массив. Хорошо, перерыв. Вообще сборников таких-то бюро не было. Продолжение следует...